Почему вы, товарищ водитель, получив требования об устранении технической неисправности, а именно на ненесительной цветной пленке на передние боковые стопы в августе месяца этого года на Зверском проспекте, вы не устранили это? Я устранил до этого, ну то есть когда мне требовали, не выписали, а потом открою. А зачем, для чего вы это сделали? Какая у вас была острая необходимость снова приступить к рамке законодательства в Российской Федерации? Я плачу всех правильных. В смысле комфортно? Мне нравится так ездить, не удобно ездить. Ну это нарушение правил дорожного движения. Что я плачу? Ну и что? Вы водитель? Да. Имеете водительскую удостоверение? Давали экзамен на право управления? Что там сказано? Когда вы книжку открываете правила дорожного движения, в пункте 1.3 правила дорожного движения, это основные, основные понятия, основные понятия о целом, вообще, в целом. Что такое правило дорожного движения и что вы должны? Вы должны знать и соблюдать требования дорожных разметок, дорожных знаков, в том числе правила дорожного движения. Для чего вы, понимаете, если у вас было первый раз, мы бы вот этот весь цирк, концерт, мы бы не устраивали. У вас повторно, понимаете? То есть вам сказали, грубо говоря, другими словами, в простонародье, товарищ водитель, будьте любезны, устраните. Выписали вам штраф, выдали вам требования. Я не считаю вообще законным, как это ваши требования. А вы кто, чтобы не считать его законным? Я говорю, что они... Понятно. А что у вас именно не устраивает? Что незаконно в этом требовании? Может быть, вы просветите нас, может быть, оно и правда незаконно. В законе не написано то, что вы... В каком законе? Я не знаю, в Конституции или в правилах по дорожному движению нету про требований, про ваши... Я сотрудник полиции. Вы обязаны выполнять мои законные требования. Вы считаете, что мои требования к вам незаконны? Я приступил закон для превышения моих должностных поломочий, я трезвую что-то свыше того, что вы должны выполнять. Вам такой же инспектор, как я, в августе месяце вынес законное предупреждение об устранении. То есть, получается, вы считаете действия данного сотрудника, который вам первоначально составлял материал, выносил требования, они незаконны? Законно, чтобы истать штраф, да, то есть, а вот эти требования об устранении... Вы не можете потребовать устранить? Почему? Человек совершает административное правонарушение в области дорожного движения. Детонированы. Тонировка. Перечень технических неисправных. Противоправных действий с вашей стороны. Это техническая неисправность, при которой запрещена эксплуатация автомобиля в целом. Понимаете? Это прописано. Святые святых. Правила дорожного движения. Таможеный союз по допуску управления колесами и террасмотерцентом ТВ. Понимаете? А там написано что-нибудь про требования. Что? Про требования. Так, я требую прекратить противоправные действия. А вы снова их совершаете. Требования, это устное, устное требование, должностного, либо уполномоченного лица по прекращению противоправных действий к тому, либо иному лицу, то бишь к вам. Вы его не выполнили. Бумажка-то эта мне вообще не нравится. Я не считаю... Что она некрасивая? А в чем она вам не нравится? Не должно быть так законно. А вы ее в законном порядке оспаривали? Нет, не оспаривали. Ну вот видите, у нас... Мы же живем с вами в правом государстве. Согласны? Есть вот законы. Мы все сами граждане. В первую очередь. Потом уже должностные лица и так далее, тому подобное. Обязаны подчиняться этому закону. Правильно? Если с чем-то не согласны, должны оспаривать, доказывать свои законные интересы. Правильно? Вы это сделали? Нет, мы просто до такого еще не доходили. В смысле? Как не доходили? Просто держались.